В Ильяновской области пересмотрели систему поддержки спортивно одаренных детей. С нового года она базируется на селекции. Самых лучших по результатам юношей включили в экспериментальную группу. Тему продолжит Эдуард Истомин. Даниэр Хомедулин уезжает в Оренбург на первенство страны по тяжелой атлетике. Его лучший результат в рывке 105 килограммов, в толчке 135. За хорошие показатели его зачислили в экспериментальную группу одаренных юных спортсменов. У меня там появилась какая-никакая зарплата. В 15 лет я считаю, что тренируюсь, занимаюсь своим любимым делом, получаю деньги. Это достойно, я считаю. Иван Марьянин в категории полегче. В рывке он поднимает 90 кило и толкает 105. Такой расклад тоже дал ему путевку на Оренбургский форум. А еще он попал в ту же группу, что и Даниэр. Замечательно начали просто. И та же финансовая поддержка. Хочу стать мастером спорта как минимум. Ну и завоевывать новые медали, кубки, призовые места. Спортсмены польщины вниманием, но их тренеры лучше всех понимают, в чем польза этой группы. Доводы разложили, что называется, на атомном уровне. Проводятся сборы, сборы, которые как раз и являются отдельным спортивным режимом. Проводятся двойные тренировки с питанием, ну и с восстановительными процедурами. Даниэр и Иван встретились с губернатором. Кроме них пригласили других участников экспериментальной группы. Алексей Русских тепло напутствовал юношескую спортивную элиту. Ведь мы будущее нашего региона, будущее всей страны. И мы делаем все для того, чтобы будущее Ульяновской области было светлым и радостным. Алексей Русских рассказали о принципе отбора юношей и девушек в группу. Вначале формируют базу данных из медалистов ГТО, затем смотрят на результаты их выступлений. Из-за числа этих спортсменов 200 был уже углубленный, так скажем, отбор спортивный по результатам, по перспективности. 10 видов спорта. В каждом виде спорта было отобрано 4 спортсмена, которые представляют свой вид спорта как раз в этой группе спортивно-наренных детей. Юношескую группу создали по подобию взрослой экспериментальной, в которую входят областные сборники. Такой подход сократит разрыв между поколениями. Мы будем экипировать наших одаренных спортсменов, давать им возможность принимать участие на многих турнирах и, соответственно, на сборах. Тем самым поднимать свой спортивный уровень. По словам министра, группу хотят расширить за счет представителей других видов спорта. Это станет стимулом для одаренных ребят. Они смогут быть примером для своих сверстников.